Юрий Кузнецов Ну это так, это одно из его званий И естественно у нас в гостях Наталья Эртнова, директор фестиваля Jazz Fest 2014 Вдохновительница и муза фестиваля Доброе вам утро! Доброе утро! Итак, начинаем задавать вопросы Хотелось бы начать чуть-чуть издалека У вас еще осталось в памяти, как прошел самый первый джаз-карнавал в Одессе? Я думаю, что нашим зрителям это будет очень интересно Ну конечно, вы знаете, наш первый джаз-карнавал Начался не в Одессе, а в Москве В центре, так сказать, Михалкова Там культурный центр И презентация была очень такая мощная И поехало даже наше руководство, мэрии И мы представляли Одессу уже как центр культурный, джазовый Как столицу джаза То есть столица джаза Ну всегда мы говорим от Утесова, что Одесса это город джаза Но в принципе Утесов как бы возник, ушел А на самом деле джаз в Одессе потом пошел на спад И он был в глубоком подполе И когда я уже начал интересоваться джазом Я вдруг пацаном понял, что из Одесситов никто не выезжает на гастроли Джазовых музыкантов, концертирующих нет И поэтому этот провал определенный Больше джаз был на устах, чем на самом деле И вот этот фестиваль, наш клуб высокой музыки Это уже конец 90-х годов, начало 2000-х, 21-й век И вот послужил именно вот этим вот первым, так сказать, мощным толчком Для того, чтобы Одессу уже опять вернуть в лоно Столицы мирового джаза, европейского джаза, советского, украинского И мы это в общем-то сделали Я хочу просто добавить именно про джаз-карнавал А почему карнавал? Почему карнавал, да Первым продюсером фестиваля был Михаил Фрейдлин Который придумал это название, джаз-карнавал А почему карнавал? Потому что была такая идея соединить джаз, серьезную музыку Которая происходит в зале, да Для какой-то такой, может быть, изысканной публики И сделать какие-то такие народные гуляния Дексиленды, оркестры Какие-то такие шутки, розыгрыши А поскольку я на тот момент занималась и у Мариной Я ей предложила и эту идею Давайте соединим какое-то карнавальное шествие Коня и трепетного Да, карнавальное шествие музыкальное а-ля джаз С тем, что будет происходить в зале Таким образом мы соединили веселую такую импровизацию Карнавальных шествий с эксилендами, с клоунами и с оркестрами А вечером уже происходил джаз для изысканной публики И первый джаз-карнавал произошел достаточно успешно И в 8 лет мы успешно это соединяли Народные гуляния и то, что происходило в зале В 8 лет, как быстро летит время И радует то, что джазовые музыканты Они всегда молоды душой и практически не меняются У нас есть небольшой отрывок из выступления Нынешнего хедлайнера джаз-феста Джеймса Блад Алмера Давайте посмотрим и увидим, что он ничуть не изменился с 80-х годов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok Девушки отдыхают 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 И, так сказать, трепетать перед тем, что вот у нас есть какие-то такие вещи, не очень приятные, происходят. А он смело, и я думаю, что это и моральная, и творческая поддержка нашего фестиваля очень мощная. Потому что это имя, оно легендарное, потому что даже вот это несложная сейчас была композиция, но подача, подача тембр-голоса, это вот если бы сейчас Татьяна Боева сидела со мной и была бы жива, и она бы сейчас слезами счастья обливалась, потому что она всегда трепетала перед вот этим черным тембром, вот слегка хриповатым, вот этой искрометной техникой блюзового пения. И, конечно, у него есть очень сложная композиция, но блюз, он, музыка, хорошая музыка для хороших людей, она не очень сложная, но она мастерски сыграна. И вот этот минимализм, который он демонстрирует, это признак высочайшего уровня, когда человек не играет техникой. Помните, была история, когда идет путник и видит, какой-то виртуоз играет там где-то в пустыне, и никого нет, вдруг проходит, и огромная толпа стоит, а там старичок сидит, играет одну ноту. Бум-бум. Он спрашивает, ребята, что происходит? Там такой виртуоз, никого нет, а вы слушаете одну ноту. Ну, говорят, он подходит тому, он говорит, вы понимаете, я ищу, а тот уже нашел. Истина в немногословии, а истина в мудрости. Вот в этом ощущении времени, вот звук и тишина, звук и тишина, и ощущение ритма. И музыка, развиваясь во времени, вот где мастерство? Вот два человека играют одно и то же произведение. В одном случае все дышит. И ты не можешь объяснить, почему так происходит. Вот все дышит. А в другом случае, ну хорошо, играет, ну хорошо, но что-то не трогает. Это вот это ощущение внутреннего ритма, времени, такта, нежности и отношения к слушателю. И вот этот диалог, когда происходит искренне, а в джазе, понимаете, это непосредственное общение. И мы всегда пропагандируем джаз, потому что это один из, сейчас посол мира, потому что ЮНЕСКО, так сказать, принял решение, уже мы несколько лет отмечаем, еще одним праздником больше, отмечаем не только день юмора, но мы в конце апреля отмечаем день джаза. И поэтому посол мира, джаз, это музыка, которая превратилась из враждебной, как было в наше время, к сожалению, когда мы пробивались и не могли доказать, что это музыка, а не там какие-то политические игры, что это очень искренно. И знаете, и эти аншлаги, и тот вес, который приобрел наш фестиваль в мире, и к нам многие музыканты просто из разных стран просто умоляют. А расскажите, в чем успех такой? В чем успех? Да, что позволяет, чтобы такое количество зарубежных, интересных музыкантов приезжало к нам сюда? Приезжало. Во-первых, знаете как, многое зависит от, так сказать, от меня, нафига, потому что многие... Мы стартуем от того, что я сам играю, сам выступал в многих странах мира, меня многие знают либо лично, либо по каким-то проектам с знаменитыми, с замечательными музыкантами из разных стран. Естественно, контакт сразу же совершенно другой. Это не так, что кто-то, дядя Петя подошел и сказал, вы не можете у нас поиграть, а вы кто? Тут начинается с дружбы, вот как в джазе, как в жизни, вот когда люди расположены друг к другу, знают, чего ожидать. На первые фестивали, да, приезжали... Конечно. На первые фестивали приезжали в основном Юрия на коллеги и друзья. Во-первых, чтобы сэкономить деньги, потому что, ребята, понимаете, у нас первый фестиваль, и, как говорится, как уговаривать. А потом, когда у фестиваля уже появилась семья, потом очень многое зависит от того, как здесь принимают, знаете. Конечно. Все должно быть очень четко. Все прописаны, все контракты, все договора. Встретил, проводил. Встретил, проводил, накормил, поселил. В какой гостинице они живут, что они едят, как вообще организация, экскурсия. То есть очень многие, которые приезжают же, каждый год новые совершенно люди, которые никогда не были в Украине, первый раз вообще в Одессе, и они вообще не знают, куда они едут, с чем они столкнутся. И потом они постоянно просятся еще раз. Но политика нашего фестиваля такова, что мы не повторяем проекты. Поэтому нужно не пропускать ни одного. Да, за редким, редким исключением. В принципе, даже есть те, кто повторяется в наших фестивалях, они приезжают в разных проектах, других совершенно. Поэтому пропустить это нельзя, и это можно услышать только здесь, сейчас, сегодня и больше никогда. В этом году также еще и украинские джазмены будут присутствовать. Одесские, украинские. Одесские джазмены, да, нам очень радостно, что они начинали у нас много лет назад, там, 14 лет назад, 10 лет назад, со всеми молодыми людьми, мы вводили их на сцену. И Андрей Прозоров, и Тома Лукашева, которые... Это дети, которые выросли на наших... Выросли на наших, кстати, на наших концертах тоже. И мы очень сильно помогали им для того, чтобы они отсюда уехали, как это непарадоксально звучит, потому что, чтобы сделать имя и вернуться сюда уже с именем, нужно все-таки отсюда уехать. Такова реальность в нашей жизни. И вот они едут, уже каждый везет свои проекты. Андрей Прозоров едет с адреса, с австрийскими музыкантами, а Томара Лукашева везет своих немецких коллег, и австрийскую, и тромбонистскую из Австралии. Вот сейчас мы занимаемся и визу. Надеюсь, что все у вас случится благополучно, все они прилетят, долетят, потому что в такое нелегкое время несколько проектов, которые хотели, мечтали попасть на наш фестиваль, вот, например, голландцы после падения Боинга, у них вообще там летать не было. Программы закрылись. Закрылись все программы, потому что, ну, во-первых, нам помогает, вот, австрийский культурный форум помогает привести, австрийских музыкантов, немецкий баварский дом, и немецкое посольство помогает привести немецких музыкантов. Вы же понимаете, если за все это вот так вот платить, без помощи институций культурных и посольств, то бюджет фестиваля вырос бы в какие-то огромные деньги, ничего невозможно было бы сделать. Так вот, Джеймс Блатов, Алмера, нам помогает привести американское посольство, американские культурные центры. Мы очень давно с ними работаем, и практически они сделали невозможное, потому что их бюджеты тоже уже были закрыты, но когда они услышали, кого мы отобрали, вот, я хочу сказать... И то, что это Одесса, и то, что... Хочу сказать отдельное спасибо нашей коллеге, исполнительному продюсеру нашего фестиваля, Катерине Мальцевой, которая, в общем-то, нашла этот бриллиант на просторах интернета, потому что мы много слушаем интернет. Фестиваль – это такой трамплин для молодых талантов, да? Обязательно, потому что тогда что, фестиваль ради чего? Вот сейчас мы опять тот праздник, который начинается 19 числа в Горсаду, та площадка, да, мы о ней чуть-чуть позже поговорим подробнее, мы даем возможность выступить молодым коллективам, потому что где им выступать? Вот где выступать? Что такое? Вествовать филармонию, нужно взять зал в аренду, да? Филармония, аренда аппаратуры, аренда рекламы – все. Это практически сегодня не под силу никому, если не иметь каких-то там больших спонсоров, подговоротных родителей. К сожалению, это так. А что касается вот совсем юных музыкантов, может быть, вы тоже занимаетесь их развитием джазовым? Конечно. Ну, у нас проект, который будет, проект, который сильно громко звучит, наш незаменимый, уникальный, действительно украинский артист Олег Скрипка, ну, в общем-то, такая своеобразная легенда нашего музыкального искусства и определенный знак качества, и то, что мы совместно выступаем, закрываем фестиваль с бэндом, с бэндом «Забава». Конечно, интересно все само по себе, потому что, возможно, будут мои композиции, которые мы будем с Олегом исполнять, может быть, и будет наоборот, я буду что-то играть из их произведений. Но между нами будет маленькая девочка, которую зовут Аня Ткач. Она под руководством Олега победила «Золотой голос Украины». «Голос дети», да, профессиональный проект. «Голос дети». Я, значит, услышал просто со слезами на глазах, это была просто такая битва. Там были очень-очень богатые родители у соперниц, и которые живут в Германии, и родственники уже оперные, известные там артисты. И я думал, что как-то у нас пройдет, и, как обычно, придавят там, шепнут. Но нет, все произошло справедливо, Аня победила. Я просто, у нас был шок, мы звонили туда несколько раз, чтобы голосов было больше, переживали все. И потом я познакомился с Анечкой, и она стала моей ученицей. И мы уже несколько проектов в филармонии, на открытом воздухе, в различных театрах, на торжественных событиях мы выступаем с Аней, с различными программами, с моими произведениями, с украинскими песнями, и с джазовыми композициями. И в какой-то степени, может быть, символично, что Аня Ткач появилась как бы на джазовом моем небосклоне, потому что я более 20 лет отдал Татьяне Боевой, и мы с ней гастролировали, выступали, вот жили этой музыкой, этими путешествиями, и путешествовали по жизни. И, конечно, когда она ушла, образовалась дикая пустота. И Аня возникает просто вот буквально вот в этот момент, и мне кажется, что это какое-то перевоплощение Тани в Аню. И жизнь продолжается, Одесса продолжает рождать талантливых ребят. И я говорю, вот Наташа говорила о том, что нет такой высокой площадки, как наш фестиваль. Для того, чтобы единожды выступив, молодой человек, девочка, мальчик, коллектив, сразу становится заметным, потому что им негде выступать. И они как бы, пока они дети, они никому не нужны. Все, которые проводят концерты, им нужны имена. На кого пойдут, как это, так сказать, экономически будет, какая отдача. Конечно, когда дети неизвестные, это все дико сложно. Но мы используем это, и включаем молодых музыкантов, и в основную программу. Так или иначе, хоть чуть-чуть. Но Open Air, это сразу мгновенно проявление молодых наших талантов. Будет очень много. Я хочу сказать, его потом попозже. Я сейчас, я еще одну вещь скажу, очень важную. Мы действительно, кроме фестиваля, считаем, что фестиваль и то, что мы делаем, это продюсерская наша работа. Это наш какой-то отеческий долг перед этими моими детками, которые растут, вот только что такой, такой Андрюшенька, такая вот Тамарочка, вот растет, растет. И вдруг смотрю, мастера, вот чему-то научил, чему-то я сам от них научился. И мы взаимодействуя, мы передаем друг другу вот что-то сокровенное. И потом они становятся большими мастерами, и я уже с ними выступаю не как учитель, а как партнер, как просто член команды. И вот недавно наша, в общем-то, победа, мы с Наташей более трех лет буквально уговаривали крупнейший фестиваль Варна Саммер и с большим скрипом продавили ФПК, Одесское трио, Тарас Кузнецов, Мирослав Пятников и Виталий Фисенко. Прекрасные наши музыканты, прекрасные программы. Замечательная программа, замечательное свое видение, не похожесть ни на кого, и вместе с тем собранное что-то с мира, из этнических фольклорных корней, джаза и прочее-прочее, классики. И вот они выступили с огромным успехом. И если программы других артистов, суперзвезд, которые выступают десятилетиями на этом фестивале, заканчиваются в пределах часа, их выступление было уникальным. Полтора часа они выступали, их не отпускали, потому что это огромная победа не только этих ребят. И мы, кстати, им предоставляли сцену, когда... В прошлом году они участвовали в зале филармонии в нашем фестивале, как полноценный коллектив, да. А надо сказать, что Варнинское лето, это фестиваль является такой площадкой европейской, потому что там ездят европейские промоутеры, и мы надеемся, что дальнейшая творческая судьба будет стартовать дальше, точно так же, как эта площадка была для Андрея Прозорова и для Тамары Лукашевой. Да, вот ради этого мы работаем. Это наши музыкальные дети. Наши маленькие продюсерские победы. Да, хотя это мы не объявляем специально, как программу нашей деятельности. Это само собой. Я с 1974 года уже начал преподавать импровизацию, джаз. Это уже сколько? 40 лет приблизительно. Можете представить, сколько сотен учеников сейчас... 14 лет фестивалю. Получили профессию, именно выступая теперь и в Америке, и в Австралии, и в Южной Америке, и в Северной, и в Канаде, и в Франции, и в Германии. Отеческий джаз – это путевка в жизни. Мне очень приятно, что наши детки живут, работают и радуются жить. Ну, потому что, да, потому что, чтобы быть человеком мира и чтобы гастролировать успешно по Европе, нужно сделать имя себе не только в Одессе, а желательно не в Одессе. Мы говорим огромное спасибо Юрию Кузнецову за то, что он пришел к нам в столь ранний час, но нам, увы, пришлось его уже отпустить, хотя мы очень и очень не хотели. Но у нас еще осталась наша прекрасная гостья Наталья Артнова, директор фестиваля JustFest 2014, в котором мы и узнаем все остальное, что нас еще интересует. Я все знаю. Кстати, для всех желающих будет проходить концерт в нашем горсаду, и состоится он совсем скоро, 19 сентября. Расскажите, пожалуйста, что ожидать зрителям? Наша программа в горсаду называется «Джаз, а не только». Вход свободный, у нас будут стоять стулья, скамейки, приходите раньше, занимайте места. Я хочу сказать, что этот концерт, вот мы уже пробовали эти концерты делать несколько раз в горсаду, и джазовой музыки, и классической музыки с оркестром происходит при больших коншлагах, к большим успехам. Это такая немножко развивательная программа, чтобы люди не пугались слова «Джаз», чтобы послушали все чуть-чуть знакомые мелодии. Мелодии – это и песни об Одессе, это и клейзмерская музыка, и это и авторская музыка с гитарой. Когда-то у нас танцевал наш замечательный степист Александр Астанин. То есть мы как бы такое разнообразие жанров пытаемся показать, чтобы люди отдохнули, чтобы, главное, создать эту атмосферу. Ставим хороший звук, свет, вести этот концерт будет, всем вам известно, Владимир Комаров со своими шутками. Будет розыгрыш билетов на концерты «Филармония». Комаров сам будет выступать со своей группой «Доктор Браменталь», вот он недавно сделал клип на свою песню. То есть, а это вообще рок, потому что будет звучать украинский рок, будет звучать танго-рок. В общем, очень-очень много разнообразной музыки, и в том числе будут выступать молодые коллективы, вот Тарас Кузнецов и Игорь Улицкий, Владимир Бессарапов и Максим Кондратьев, это такие джазовые, Леся Верба, наша звезда Анастасия Букина, которая вот приняла эстафету после Татьяны Боевой, которой мы сейчас с Юрой, вот они успешно выступили в «Джаз как-то бели», который проходил в этом году в Затоке, Юрий Кузнецов, Анастасия Букина, и наши музыканты, они сделали красивую очень программу открытия «Джаз как-то бели» в Затоке. Несмотря на то, что Одесса буквально пропитана и пронизана джазовыми нотками, очень многие люди абсолютно не представляют, не имеют никакого представления о джазе. Таким людям, наверное, следует сначала прийти на открытый джаз-фестиваль в Горсаду. Я думаю, что да, потому что многих пугает слово «Джаз». Знаете, я сама в свое время, я же как бы не имею джазового образования, и как бы никогда не могу сказать, что я поклонница джаза. Но Юрий повлиял, наверное, что… Ну, да, и я хочу сказать, что джаз надо слушать вживую, потому что зачастую очень часто бывает, что мы слушаем что-то в записи, что-то по радио, и даже мы когда слушаем, мы отбираем музыкантов, нам что-то понравилось, мы пригласили, люди приехали, вживую отыграли, и как бы вот что-то не то. И часто бывает наоборот. Потому что джаз – это музыка живая, это контакт зрителя и в зрительном зале, и музыкантов с сцены. Если этот контакт состоялся, значит, все получилось. Бывает состоялся, бывает нет. И поэтому не бойтесь слова «Джаз». Приходите к нам в Горсад, и каждый, я уверена, каждый зритель услышит что-то для себя. В 19.00, в 19.00 сентября. Пожалуйста, приходите, вас ждет прекрасный вечер. А давайте вернемся, я думаю, к джаз-тесту. Расскажите, пожалуйста, какие еще мероприятия, интересные, может быть, люди будут? Да, я немножко коснусь программы, потому что каждый год в нашем фестивале обязательно есть этнопроект. И вот 20-го числа это будут турецкие музыканты, они будут играть на необыкновенных инструментах. Надо сказать, что наши турецкие партнеры, турецкое консульство, госпожа Нур Сагман и продюсерская фирма MC Production очень много помогали для того, чтобы это состоялось, потому что музыканты известны во всем мире, но они известны у нас в Одессе. Обязательно приходите, и тот для тех, кто любит этно-джаз. А также, ну, какой фестиваль без джемсейшенов? А 20-го и 21-го у нас есть прекрасная площадка на лонжероне «Крыша моря», называется такой ресторан-кафе. Это большой такой шатер, где стоит аппаратура, где будет угощение от коньяка, шампанское от шустого. То есть мы завершаем каждый день, концертный день, вот такими вот прекрасными джемсейшенами с участием всех музыкантов, которые приехали на наш фестиваль. А вечеринка открытия фестиваля будет в новом клубе. Несколько дней назад открылся новый музыкальный джаз-клуб «Люс Бразерс», что на Пророженской 66. Так вот там я тоже приглашаю всех после концерта в горсаду. Все музыканты, которые участвовали, придут играть джемсейшен в этот небольшой музыкальный кафе. А у нас есть небольшое такое видео «Винегрет» из маленьких отрывочков из прошлогоднего джаз-феста. Давайте посмотрим. Здорово, давайте. Здорово, давайте. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Вот такой вот фонтан эмоций вас ожидает на Одесском джаз-фесте 2014. И, кстати, вот хотелось бы спросить, как вы думаете, Одессу называют украинской столицей джаза, возможно, именно из-за нашего джазового карнавала-фестиваля, который проходит каждый год? Может быть, ну, до этого же проходили фестивали памяти Утесова, потом был большой перерыв в 90-е годы. И вот, конечно, большой удачей, я считаю, для меня и для Юрия, что в 2000 году мы встретились с таким человеком, как Михаил Фредлин, который тоже очень большой поклонник джаза и любитель, и большой энтузиаст, и потратил много сил и средств для того, чтобы все в этом году, все, что в нашем городе, произошло в джазовом фестивале. Мы сделали 10 лет, мы успешно в этом году сотрудничали, потом он придумал свой проект, прекрасный мастер-джем-фестиваль, у нас Одесса джаз-фест, плюс у нас день джаза происходит, плюс филармония все-таки делает концерты, и вот первое радио Алексея Гогохи очень успешно в этом направлении работает. Алексей Коган привозит свои программы, и действительно, мы закрутили, я считаю, что Одесса таки, да, есть столица, и не только джазовая, а вообще культурная. Я думаю, что нам всем надо подумать о том, чтобы в Одессе было как можно больше фестивалей, круглый год, и Юморина, и День города, и оперный фестиваль, и кинофестиваль, и фестиваль «Немые ночи» прекрасный, который прошел в этом году, в июне, это вообще фишка нашего города, такого нет нигде, немое кино и музыка, поживая. Я желаю Одессе, чтобы мы в Европу идем, Одесса европейская столица, европейский город, а если он европейский город, то обязательно должен быть джазовый фестиваль, потому что мир без джаза представить себе невозможно. Спасибо большое, это прекрасные слова, достойные завершения нашей беседы, и хотелось бы немножечко заглянуть в будущее, мы понимаем, что вы очень сейчас загружены подготовкой к этому фестивалю, но может быть уже наметочки, какие-то идеи наметились на следующий год, может быть что-то не поместилось в этот фестиваль и хочется воплотить в следующем году? Не поместилось, у нас обычно же фестиваль в филармонии, он был три дня, то есть из-за ситуации в стране, из-за недостаточности финансирования мы урезали, и в общем-то Open Air вот у нас тоже в последний момент вскочили, что все-таки нам надо это сделать, потому что, ну что говорите, это же все финансы, звук, свет, перелеты, гостиницы, это все требует огромных вложений, нам помогают партнеры, конечно. Все равно этого недостаточно. Мы продаем билеты, я хочу сказать, что мы не подняли цены с прошлого года, несмотря ни на что, у нас очень доступны от 50 до 400 гривен, каждый человек, я думаю, что может и всегда у нас есть скидки для студентов, всегда есть скидки для пенсионеров, пенсионеры вообще бесплатно приходят, а также мы пригласили на этот фестиваль наших военных, нашей 28-й бригады, то есть я хочу, чтобы военные не только воевали, и слушали нашу прекрасную музыку, мы на все наши мероприятия, на день жаза, на спектакли, которые я делаю, мы всегда их приглашаем. Наша беседа получилась настолько вдохновляющей, я думаю, что вы доказали своей деятельностью, вы доказываете, что талант по-прежнему очень важен, и он нужен, и нам нужны таланты, как Одессе, так и Украине. Знаете, в какой случае звучит музыка, и не стреляют пушки. Чем будет больше музыки, тем меньше будет войны. Субтитры создавал DimaTorzok